МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем живут лучшие студенты области? Последний год он был очень насыщенным, ярким. Почему лучше учиться в Самарской области? Естественно, радость, гордость, благодарность, потому что всего несколько человек получили ее. И это просто очень большая честь. Кому покоряются небеса? Прошла в аэроколку парашютом прыгнуть, и так все, увлеклась. Студенты и станцевать, и спеть, и пошутить сумеют. На то они и студенты. Новый учебный год начался с подведения итогов и напоминания, для чего же все-таки учится студенчество. И в чем основная его миссия? И каждый новый учебный год доказывает, они уже давно не праздно шатающуюся молодежь. Они люди новой формации, со своими целями и устремлениями, которые знают, чего хотят от жизни. Оттого и студента года выбирать становится все сложнее, но интереснее. Все кандидаты как минимум достойны отдельного внимания. Но победитель должен быть один, каждый в своей номинации. Интеллект, творческая личность, доброволец – всего 10. Елена Данилина, четверокурсница экономического университета, в прошлом году еще сидела в зрительном зале и болела за подругу. В этом и сама стала студентом года. Ей достался гран-при из рук губернатора. Девушка занимается и наукой, и творчеством, и социальной работой. Все вылилось во внушительное портфолио. Туда вошли все мои грамоты, достижения за последний год. На самом деле он был очень насыщенным, ярким. Я почти не сидела дома. Родители говорили, что забыли, как я выгляжу. В этом году на Парад Победы я была послом Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы. Ездила в Москву на Парад на Красной площади. Мне достоилась честь идти в бессмертном полку в одном ряду с Владимиром Владимировичем Путиным. И считаю, что это огромная честь, которая была мне оказана от Самарской области. И таких ребят, как Лена, десятки и сотни. Тех, которые зажигаются идеями и зажигают ими других. Те, кто не привыкли сидеть на месте и привыкли действовать. Самые ценные кадры. За их наградами стоит большой ежедневный труд. Главный посыл конкурса – не бояться заявлять о себе. И помогать, создавать и воплощать. А на все важные и полезные начинания найдется поддержка. Мы многие специальности поддерживаем. У нас много стипендий разного рода доплачиваем. И это мы будем делать и дальше. Более того, будем увеличивать и гранты, и премии, и стипендии тем студентам, которые будут добиваться результатов. Тем молодым ученым, которые активно работают в исследовательской сфере. Конкурс студент-года в Самарской области проходит уже в четвертый раз. С этого года он получил статус регионального этапа национальной премии. Лауреаты и победители уже в ноябре представят нашу область на всероссийском этапе. Приемная кампания в Самарской области закончилась со счетом 86% в пользу городских и областных учебных заведений. Именно такой процент школьников сознательно выбрали для учебы и развития наш регион. И 30% ребят от общего объема абитуриенты из других регионов теперь будут получать образование у нас. При выборе молодежь руководствуется рейтингом учебного заведения и перечнем уникальных специальностей. Особенно почувствовал приток новых студентов Самарский государственный аэрокосмический университет. На специальность ракетостроения конкурс вырос более чем в два раза. В экономическом университете помимо основных направлений наиболее востребованными оказались бизнес-аналитика и статистика, а также региональная экономика. Ксения Галанина, студентка экономического университета, отличница, без пяти минут специалист в сфере региональной экономики. За свои научные разработки, публикации и проекты на тему социально-экономического развития области удостоилась премии губернатора. Естественно, радость, гордость, благодарность, потому что всего несколько человек получили ее. И это просто очень большая честь. Это говорит о том, что, наверное, я что-то сделала полезное, раз я удостоилась этого. Часть премии Ксения планировала потратить на путешествие, а часть в качестве инвестиций в новые научные разработки. За все пять лет не только не пожалела, что учится в СГЭО, но и гордится своим университетом. Ведь здесь ценят ее труд и здесь все перспективы для развития. Мы испытываем постоянную поддержку губернатора и в плане укрепления материально-технической базы, создания необходимых условий для того, чтобы мы могли не только учиться, но и заниматься спортом, организовать хороший досуг, ездить на научные конференции, издавать свои научные труды и так далее. Самарский экономический университет – один из тех, что в топе рейтингов вузов России. Сюда также едут учиться абитуриенты из других городов страны. По результатам единого государственного экзамена этого года СГЭО вошел даже знаменитый Московский университет имени Плеханова. Но главное – достояние студенты и выпускники, которые не только умеют заявить о себе, но и готовы работать на благо именно своей области. Для того, чтобы Самара была мощной, красивой, чтобы вы в нее были влюблены, нельзя ждать, что кто-то в один момент все сделает. Нужно сами активно включаться, своей учебой, своей работой, своей активной жизненной позицией делать так, чтобы у нас был мощный и просвещенный регион. Повороты, горки, качели, кружения. Чтобы заставить в небе машину весом до 3,5 тонн танцевать, надо быть виртуозом. В вертолетном спорте все как в настоящем, только при этом человек зависит не только от себя, но и от того, насколько велико взаимопонимание между пилотом и его машиной. Первый прыжок с парашютом 20 лет назад для Елены Прокофьевой, летчика-конструктора ЦСКА ВВС, стал первым знакомством с небом. А небо стало делом жизни. Прошла в аэроклуб с парашютом прыгнуть, и так все, увлеклась, там, пошли потом самолеты. И потом сюда, когда устроилась, уже ребята на вертолетах начали учить, предложили вертолетным спортом заниматься. Попробовали, и мне понравилось, им понравилось, как я там работаю, и мы перспективу увидели. У меня отец все-таки военный летчик-испытатель, он всегда говорил, что это не женское дело. И мне как-то и в голову не приходило, что женщины могут летать. А вот так вот попав в аэроклуб, оказалось, что все это возможно. Поэтому где-то даже поперек воли отца стал этим заниматься. Изучать пришлось все, от умения укладывать парашюты до досконального знания каждого винтика. Но Елена поняла, увязла в авиации с головой. И хотя в ее жизни первым делом и были самолеты, но теперешнего своего верного друга и товарища, вертолет Ми-2 Елена ни на что не променяет. И с ним ставит рекорды и покоряет небеса вертолетов в спорте. Знаменитый Ми-2 – многоцелевой вертолет для гражданской и военной авиации, способный справиться практически с любой летной задачей. Их еще иногда называют летающие парты. На них осваивают пилотаж и не только в нашей стране. И они выучили не одно поколение пилотов. Положение вертолета в пространстве приборы показывает высоту, скорость. Вот тут два высотомера, один радио, другой герметрический. И курс полета. А все остальное – это касается работы силовой установки. Два двигателя, редукторы, несущий винт, все такое. Все тут про них. И, понятное дело, все это в полете надо успевать отслеживать. И если женщина на корабле считается плохой приметой, то женщина в небе – знак хороший. Елена Прокофьева это уже не раз доказала. Вместе с напарницей Людмилой Косинковой с очередного чемпионата мира по вертолетному спорту привезли звание абсолютных чемпионов. Теперь Елена уже трехкратная абсолютная чемпионка мира. На мировом первенстве в Польше наши летчики на двоих с мужским экипажем завоевали пять золотых медалей – одно серебро и две бронзы. Первое место хотя и досталось москвичу, но всем остальным наша команда не оставила никаких шансов. Это наша гордость, потому что ни в одной стране, ни в одной команде нет такого экипажа. Мы с Владимиром Зайбликовым заняли второе место абсолютное. Я думаю, что это получилось супер просто, потому что если бы мы, может быть, заняли первое место, это, может быть, было бы немножко и не так вообще для вертолетного спорта, что достойно занял Максим Сотников первое место, а у нас было второе место. В многоборе навигация, малая высота, слалом и развозка грузов. Сантиметр в сантиметр, секунда в секунду правила чемпионата требуют от пилота высочайшей точности и максимальной сосредоточенности и организованности. Летчики вообще люди особого духа. Другим небо и не покоряется. И только у по-настоящему влюбленных в небо лопастные тяжеловесы порхают с легкостью бабочки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин